Моя звезда, сошедший на востоке, Пусть раскорится ярче всех светил. Легенда о Граде Ельце считается визитной карточкой нашего региона. Ежегодно она собирает тысячи зрителей со всех соседних областей. Оперу по праву считают одной из самых громких и впечатляющих опен-эйр постановок страны. Ее показывают уже пять лет. И каждый раз это событие. Оперные артисты, симфонический оркестр, камерный хор и реконструкторы. В шоу всероссийского масштаба участие принимают только самые лучшие. Считаем Липецкую область одной из культурных столиц нашей страны. Это очень крепкий регион, крепкий во всех отношениях. Благодаря таким людям, таким подвижникам, мы, в общем-то, и столь крепкие, столь уверенные и гордимся тем, что у нас есть. Работу липецких артистов и музыкантов не раз отмечали на федеральном уровне. Самые достойные ежегодно получают министерские награды. Это не только звезды Липецкой области, но и те, кто их зажигает. Светлана Всюкова, 30 лет, работает преподавателем в детской школе искусств. Она привела любовь к музыке сотни мальчишек и девчонок, открывая им тайны игры на домре. Моя мечта, так же, как и 20 лет назад, и 30 лет назад, это готовить учеников, это, чтобы было качество обучения хорошее, чтобы ученики с удовольствием ходили в школу, чтобы они играли на этом инструменте и так же не жалели, чтобы они видели результаты своего труда. Всего в преддверии профессионального праздника наградили 12 человек. 10 из них получили областные награды. Это режиссеры, музыканты и артисты. В этом году всех работников культуры ждет немало подарков, которым, кстати, обрадуются и жители области. Строятся три новых дома культуры. Это в Грязинском районе, в Добринском и Воловском районе. Мы в год российского кино планируем оснастить три кинотеатра, которые опять расположены в наших муниципальных образованиях, современные киноаппаратуры. Изменения коснутся всех домов культуры в регионе. Одни отремонтируют, другие закупят новое оборудование. Преобразиться учреждения должны в течение трех лет. Анастасия Сердюкова, Роман Авраменко, Липецкое время.